Илья Шипелин. Привет. Это, конечно, не Артемий Троицкий, но тоже журналист. Илья, здравствуй. У нас просто был Артемий Троицкий. Здравствуй, ты тоже не Артемий Троицкий, но... Ты куда уж? В плохом смысле этого слова. А я вот рада тебя видеть. А я, да, Артемий, кстати, вначале... Я тоже очень рад тебя видеть, да. Ты пока гадости мне не говорила. Артемий вначале, кстати, поинтересовался... Артемий поинтересовался, хотим ли мы в юмористическом ключе или в нормальном. Вот, тебе тоже такой выбор дается. Но, в общем, вопрос к тебе такой. Во-первых, ты как человек, который следит за пропагандой, отмазывают ли... Он уже для нас просто Йося. Отмазывают ли сейчас Йося и будут ли, на твой взгляд, вообще это делать сейчас, не знаю, условно, Скобеева, Соловьев или другие твои друзья типа доктора Сосновского? Ну, во-первых, какой тебе он Йося? Какой тебе Йоська Йося? Пожалуйста, называй его так, уважаемые люди. Вот, как Фархад... А вот не помню, как уважаемого человека по отчеству уже. Ну, вот Йоська он Йоська, конечно. Слушай, смотри, пропаганда пока старательно этого всего дела избегает. То есть, есть отдельно взятые телеграм-каналы, которые не боятся погреть руки на трафике, который на них может свалиться в связи с этой темой. Потому что никакой методички и внятного объяснения, как вести себя Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, Маргарите Симоновне Симоньян. Вот таких еще не поступало, поэтому пропагандисты рангом побольше, они, соответственно, пока молчат. А те, кто не молчат, ну, вот там выступал какой-нибудь пересек ДНРовских войск Бессонов у себя в телеграм-канале. И вот он, конечно, писал, что это понятное настроение, потому что вот армии не всего хватает. Хватает какая-нибудь женщина вроде Маргариты Кашеваровой, ну, она бывшая ведущая Первого канала, и такая женщина, которая с большим сердцем переживает за СВО, вот такая в нее роль. Она дико бесится, что, значит, пока мы тоже сталкиваемся с проблемами, которые связаны со специальной военной операцией, эти люди думают, как им вот задницу припрятать. Вот такие вот они, российские элиты, они, значит, не собирают пуховики для российских мобилизованных, и там не картошку им тоннами отправляют на фронт, а они, значит, беспокоятся за жилье свое в Лондоне и так далее. Поэтому пока это небольшие отголоски, и у пропаганды, так же, как на самом деле с Путиным и с его уголовным делом, потому что вот впервые за год войны мы увидели такую ситуацию, когда пропаганда вообще старается сделать. Твит, что ничего не происходит. Ну, то есть вот тогда с этим международным ордером на Путина информационные агентства даже по полчаса ждали, прежде чем дать какую-то сухую новость об этом, а это уже много о чем говорит. По телевизору таких новостей практически не было, то есть за исключением вечерних выпусков Владимира Рудольфовича, которые в ночи смотрят только его родственники, наверное. И я думаю, что вот тут такая же ситуация, то есть разговор и тема, конечно, бомбическая, контент недели, что называется, но вот они будут до последнего делать вид, потому что этого нет. То есть либо им нужно стараться и отмазывать Пригожина, утверждая, что это фейк, и нейросети создали разговор Пригожина, хотя сам он уже отчасти подтвердил, что такой разговор имел место. Сейчас мы поговорим про подлинность этой записи, какие есть основания считать, что она таковая все-таки. Или нужно, соответственно, вот показательно выпороть этих людей, которые внешне, ну один из них вообще под санкциями, Фархад Ахмедов, под всеми какими только возможно, но он не высказывается против войны, а здесь-то он так высказывается, что вот на самом деле им нужно бы в популярную политику ходить на самом деле, а не вот по телефону у себя разговаривать и прятать от людей такой контент. Более того, на популярной политике есть программа «Честное слово». Вот я думаю, Иосифу Пригожину нужно вот с честным словом, потому что, как мы видим, слова, которые он говорит обычным интервью, очень отличаются. Мы не успеем, мы не сможем запикивать его, те его слова, которые он использует буквально. А это и не требуется, а это и не требуется. В том-то и дело, мы не в рамках Роскомнадзора, и это может господину Иосифу Пригожину понравиться. Понимаешь, он все остальные слова использует для связки в предложениях, а основным там является слово из пяти букв. Я думаю, он облатыкается. Вот за месяцок в прямом эфире, я думаю, у него начнет получаться лучше, и какие-нибудь другие вводные слова будут появляться. Ну что ж, давайте, наверное, обсудим... А, смотрите, вы-то обсуждаете, подлинный это разговор или нет. На самом деле, сейчас куда более важная история, ну потому что относительно подлинности этого разговора осталось очень мало сомнений, сейчас мы их перечислим. И поэтому сейчас главная история, связанная с Иосифом Пригожиным, фейк или нет, это история из книжки бас-гитариста группы «Король и Шут», ну тоже сейчас очень популярная у всех на слуху. И вот у него история о том, как Горшок якобы в 99-м году обоссал Иосифа Пригожина. И вот сейчас споры ведутся насчет этой истории, потому что гитарист группы «Король и Шут», вот он говорит, что это, возможно, неправда история. Поэтому, а что касается этого телефонного разговора, то он, скорее всего, является правдивым, потому что, смотрите, ну тут есть три варианта, да, ну изначально, да, три поворота. Либо это все правда, либо это все поделка, либо это частично правда. Илья, может, пожалуйста, короткий вопрос. Прости, что я тебя перебиваю. Безусловно, суперважно понять, насколько это вообще правдивая действительно запись. Но я думаю, что все мы тут по большей части склоняемся к тому, что, скорее всего, так оно и есть. Я хочу у тебя узнать, как ты думаешь, что вообще какие будут у этого последствия, и что случится с Иосифом Игоревичем, да, если он в итоге не успеет улететь из России и останется, что его может ожидать, на твой взгляд? Ну, смотрите, на самом деле, что делать Пригожину? Это, ну, во-первых, вопрос к его риэлторам лондонским, как мы знаем из этого разговора, да, то есть потому что вот они, прежде всего, должны заниматься и понимать его перспективы, вот. На самом деле, ну, смотрите, у нас же, как бы, двое мысли из Советского Союза, откуда оба эти человека, и Фархад, и Йоська, да, Йоська, Йоська, где твоя улыбка полной задора и огня? Так, я думаю, он себе говорит сегодня, глядя в зеркало. Ну, вот, двое мысли для Советского Союза – это абсолютно нормальная вещь, когда, ну, все все понимали, что, ну, хочется и джинсы носить, и кататься на Запад, но тебе приходится, значит, ходить на эти дурацкие, потные совершенно партсобрания, и там кивать, значит, про долг партии, про то, что нужно выполнять пятилетку, там, за четыре года, и так далее, и так далее. Вот. И, конечно, ну, это были правила жизни Советского Союза. Возможно, точно так же и сейчас будет. То есть, если ты внешне лояльность сохраняешь, и вот, смотрите, выяснилось, что Пригожин не такой дурак, как мы все про него думали, как он пытался из себя, по крайней мере, корчить этот вид. Вот. За исключением того, что, видимо, он разговаривал по обычному телефону, когда не стоило так делать. Вот. А в остальном он не такой уж дурак, как, по крайней мере, старается выглядеть. И от него требуют каких-то усилий для того, чтобы он всякий раз показывал лояльность. Он говорил о необходимости выполнения требований и задач специальной военной операции. говорил о том, что у нас светлоликий президент, но при этом сам все понимал. И сам, ну, вот, конечно, чудесно, он смотрелся бы между Геннадием Гудковым и Валерием Соловьем вот у вас в эфире, мне кажется. Ну, вполне мог бы так же выражаться бы. Поэтому, но он при этом не становится Валерием Соловьем. Следовательно, может быть, администрация президента ему какую-то грамоту должна выписать за это. Потому что, а мог бы, а мог бы. И то же самое касается и Фархада Ахмедова. То есть, если ты делаешь все внешне, что необходимо для императора и для администрации президента, значит, почему к тебе должны быть какие-то санкции? Ну, с другой стороны, как мы знаем, с начала войны Россия — это автократия, которая движется к какой-то тоталитарной модели, поэтому в ней одного двоемыслия недостаточно. То есть, потому что это брежневский советский Союз. В нем двоемыслия было нормально, когда все все понимают, но стремятся к жвачке, джинсам и пепси-колы заграничной. А вот в сталинском советском Союзе это уже неправильно. Из-за этого на тебя могут накатать донос. Но, с другой стороны, а представляете, если Путину все-таки доложат об этой истории, то есть, ну, а вот как в папке у него будет написано два человека, которые про вас говорят обычно хорошо, публично, и будет дальше перечислено, значит, что ваших друзей называли ушлепками братьев Ротенбергов, значит, вас с недоноском и так далее, и так далее, и так далее. Так, подожди, а в чем они неправы? В чем они неправы? Я просто не знаю. Люди, которые готовят папочки Путина, вот они додумаются до того, что нужно такое написать, и начать все-таки вот какую-то борьбу, чтобы опричники Российской Федерации стали бы головы срубать тем лоялистам, которые на самом деле друг с другом за бутылочкой вина или вот так переговариваясь между Баку и Дубаем, они обмывают косточки Владимиру Путину, так как это не принято делать в Российской Федерации. Вот интересно, напишите вы об этом в папочке или нет? Вот и все. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство, или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным.